Всем привет, вы на канале про политическую биржу в США, меня зовут Марина Соколовская. Сегодня у нас вторая часть, о которой мы не объявляли заранее, но которая просится на язык, звучит на так. Я принадлежу к ЛГБТ-комьюнити, я приехал в США за политическим биржем и не привез с собой доказательств. Что делать, если у меня нет доказательств по делу? Поехали! Те, кто не имеет никакого отношения к ЛГБТ-комьюнити, могут посмотреть нашу первую часть, будет еще одна часть, не скажу какая. В общем, это эпопея, это целая сага о форсайтах, то есть сага о доказательствах, которых нет, которые вы собираете уже на месте в США. По идее, даже если вы не принадлежите к ЛГБТ, очень важно посмотреть все три части, потому что там, в принципе, описывается процесс. Просто немножко разными словами, немножко в разных направлениях я вас посылаю, но, в принципе, описывается один и тот же процесс. Вам это может пригодиться, вы можете в каждом взять свою мысль. Давайте начнем с того, что я немножко поругаюсь. Значит, само по себе принятие закона 30 ноября о том, что ЛГБТ-сообщество является экстремистским, не является доказательством вашего преследования. Вся Северная Корея, как я люблю говорить, может прийти к границам США и не получить. Все население Северной Кореи не получит политическое убежище, потому что нет такой социальной группы, например, Северная Корея. Нет такого положения в наших законах, чтобы общее положение дел в стране или какой-то один общий закон стали причиной для получения политического убежища в США. То есть этот закон, который был подписан 30 ноября, сам по себе не является доказательством. То есть, с одной стороны, это хорошее доказательство, с другой стороны, это очень общее положение. Вы же должны доказывать индивидуальный страх преследования. Вообще, давайте помнить о том, что политическое убежище и получение вот этого статуса, уникального правового статуса, это всегда построено на индивидуализме. Индивидуальность. Почему, если к границе приходит муж и жена, жена и жена, муж и муж. Жена и жена, муж и муж, это еще немножко другой разговор, хотя в целом тоже. А муж и жена, когда, очень часто звучит так. Ой, у меня у жены кейс, я за ней просто, знаете, она там паровозиком, а я вот таким вагончиком сзади. И потом очень сильно этот муж удивляется, когда его забирают на интервью, на страх, как его называют, крейдобл фир интервью или даже резинбл интервью, резинбл фир интервью. И говорят, а у тебя-то страх какой, Иван Иванович, Иванов, ну понятно, жена там тоже насел, а у тебя-то страх какой? Он говорит, так я же паровозиком. И очень удивляет, я же вагончиком, мне очень удивляется, когда вот этот вагончик вдруг проигрывает интервью, потом проигрывает суд и уже вагончик пилит, извините меня за такое слово, в направлении где-то Благовещенска, потому что он оттуда прибыл в США, к границе между Мексикой и США. Это все строится на индивидуализме, повторю еще раз, страх индивидуальный. Когда мы говорим о принятии закона 30 ноября, и вдруг все побежали, побежал, тут нет индивидуального страха. Поэтому, если вдруг вы оказываетесь уже на границе между Мексикой и США, в США, и у вас нет доказательств, где и как, что вы будете собирать, что важно по вашему делу? Первое, важно посмотреть все наши видео, которые мы снимали о кейсах ЛГБТ. У нас их несколько, в том числе мы рассматривали конкретные кейсы, вот прям брали кейсы, говорили, а вот этот человек проиграл, но выиграл в Верховном суде, потому что доказал это. И там только по ЛГБТ-кейсам, посмотрите обязательно, это раз. Два, помните, что в принципе, если ваше дело не рассматривают до финального суда в детеншн, на границе между Мексикой и США, прям сами доказательства вам не нужны, если речь об интервью. Во время интервью офицер вас спросит, есть ли у вас доказательства, вы говорите да, но если вы застреваете в детеншн, и у вас будет суд до самого конца, до финального, до индивидуального, до финального, то доказательства будут нужны уже в детеншн. Поэтому если вы сейчас в Мексике, слушаем, внимаем, собираем. Итак, является ли доказательством того, что вы принадлежите к ЛГБТ-комьюнити, а это важный момент, ведь не все еще и могут доказать, что он какое-то имеет отношение к ЛГБТ. Ваши предыдущие отношения, да, абсолютно, ваши отношения с кем-то, длительные, недлительные, человек может дать показания, у нас есть видео, как собирать свидетельские показания. Ваше членство в каких-то группах. Это могут быть группы ВКонтакте, это могут быть группы в Одноклассниках, в какой-то момент они существовали, и я знаю, у нас есть много кейсов от людей из ЛГБТ-комьюнити, и они прямо рассказывали, какие группы, как они собирались, вместе выезжали куда-то на пикники, как они общались, то есть это была такая небольшая комьюнити. Ведь не секрет, что ЛГБТ-комьюнити, это как, не знаю, там, феминистская комьюнити, нет никакого членского взноса, членского какого-то билета, куда можно войти. Это очень эфемерное такое создание. Поэтому вот эти люди, когда рассказывают нам про эти группы, они рассказывают невольно что, что как они делали вот эту ЛГБТ-ячейку, какой-то реально физически осязаемый. Вот и расскажите про свою реально осязаемую физическую ячейку. Вы где-то вступили в какую-то группу ВКонтакте, и вы думаете, да ну, да что, господи, я там всего-навсего 7 лет в какой-то группе, мы вместе там ездили на шашлыки, на то, на сё. Это одно из ваших доказательств. Пойдите, посмотрите, что происходит теперь в этой группе. Группа закрыта, она стала, группа закрыта, в принципе, я имею в виду, ее снесли с ВКонтакте или с Одноклассников, она перебралась в Телеграм, какие-то люди из этой группы были арестованы, кому-то что-то было предъявлено, кто-то скрылся в Германии, в другой стране европейской, может быть, даже в США, потому что ему предъявили обвинение. Проведите расследование вот в этих вот группах, в которых вы состояли, и посмотрите, те люди, которые раньше рядом были с вами, как они уже, возможно, пострадали от того, что происходит в России. Это не будет прямым доказательством того, что вас тоже будут предъявлять, но это может стать хорошим доказательством, может быть, косвенным даже. Смотрите, мы состояли вместе в одной группе, кто-то донес на него, что это состоит в этой группе, что он там каким-то образом продвигает повестку ЛГБТ, и ему предъявили обвинение. Я тоже состою в этой группе, я тоже своим внешним видом, флагом на аватарке, это еще одно доказательство сейчас поговорим, продвигаю ЛГБТ. Примите этого внимания. Проводите свое собственное расследование, и, как я уже говорила до этого, не ждите, когда в дело вступит адвокат, потому что это может быть слишком поздно. Я говорила до этого, что кирпич, который может упасть на голову вашему основному свидетелю, уже может лежать на краю крыши, понимаете? То есть он уже где-то очень близко к голове вашего свидетеля. Берите все, что можно прямо сейчас. Я упомянула флаг на аватарке. У нас в группе в Телеграм, куда я всегда всех призываю подписаться, недавно прошла такая новость о том, что во всем цивилизованном мире закон обратной силы не имеет, в России же, как всегда, все через одно место. Значит, о чем речь? Когда мы говорим, что закон обратной силы не имеет, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что какой-то закон может быть принят в 22-м году, а я это сделала, вот что-то против этого закона в 19-м. Меня не могут наказать за то, что я сделала в 19-м году. Но в России все наоборот. У нас как раз прошла опять, повторю, новость, где рассказывается о том, что девушка там поставила пост, она была про ФБК в 19-м году, в 21-м году. Наказывать ее за это начали прямо сейчас, в 24-м. Так вот и вы можете поставить свой флаг на аватарку, радужный флаг на аватарку до этого закона, даже задолго, не знаю, до июля 23-го года, когда была принята первая часть этого закона, до 13-го года, когда был принят первый-первый закон о рекламе ЛГБТ. А пострадать можете в 24-м году. Используйте вот такие мелочи, как закон обратной силы не имеет, я могу пострадать, даже если я удалю это все, уже скриншоты есть и так далее, используйте это все в своей доказательной базе. Повторю еще раз, вполне возможно, когда вы зайдете до США, пойдете к адвокату, адвокат посмотрит, скажет, вот это хорошо, это хорошо, это ты молодец, ты молодец, а это уже флаг на аватарке, уже ладно, это уже ерунда, вы выдохнете. Но сейчас, когда у вас нет адвоката, и вы готовитесь к переходу между Мексикой и США, или еще какие-то, собирайте доказательства, пока, повторю, ваши друзья, свидетели готовы их дать, берите все, что есть. Итак, давайте пока суммируем. Все, что у вас есть в ваших сторис, в Инстаграм, включая флаги на аватарке, которые были поставлены задолго, все, что произошло с вашими друзьями, пусть они даже не друзья, но это члены какой-то одной вот вашей ячейки, вы были вместе в группе ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. Аналогичные истории, конечно, которые имели место быть с людьми, которых вы знаете не только по членству где-то там, например, это бывшие ваши партнеры, партнеры какие-то, да, вы, может быть, вы расстались, но у этого партнера судьба сложилась так, что он оказался в Германии, в США, и он готов дать об этом показания. Очень важно понимать, что особенно трудно с доказательствами у выходцев с Кавказа. Эти люди настолько прячутся, они иногда рассказывают нам свои истории, просто мороз по коже, и они очень сильно прячутся, и очень сильно скрываются. И у этих людей особенно плохо с доказательствами, как правило, потому что если человек живет в Москве, то он еще может как-то где-то какую-то фотографию поставить, что-то, с кем-то жить, проживать вместе, это мой двоюродный брат, оставьте меня в покое. То когда мы говорим о выходцах с Кавказа, как правило, их начинают очень рано принуждать к браку, к замужеству, к тому, что будь как все, рожай детей, и у них все совсем плохо. Но вот опять же, им может помочь кто? Тот, кто раньше был с ними, например, в отношениях и вырвался из этих отношений. Или есть замечательные группы типа Кавказ без насилия, и если вы обращались за помощью, то люди, которым вы обращались за помощью, там могут подтвердить, что вы обращались к ним за помощью. В общем, я к чему призываю? Я призываю по крупицам собирать все, что есть. Вот все, 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 что есть. Если сейчас вы понимаете, что за вами уже гонятся, и вы уже подняли кнопочку, руку занесли над кнопочкой delete, и собрались удалить свой Facebook аккаунт, помните, в принципе, что там можно спрятать все посты. Пока ФСБ не властно над Facebook. Над Facebook властно DHS, Department of Homeland Security. Смотрите, вот они могут ваши старые посты запросить у Facebook, и Facebook все покажет, даже если вы удалили свой аккаунт. Facebook не удаляет аккаунты до конца, и DHS этим очень пользуется. Учтите, в том числе те, кто любит товарища Путина и хотят приехать в США. Не сносите ничего, у вас всегда есть возможность спрятать, прячьте. Если же все-таки вы настолько напуганы, что решили снести, сделайте скриншоты, которые отправьте сами себе по почте. Если вы собираетесь сейчас переходить границу, и занесли руку опять же над телефоном, чтобы снести с него все, что можно, помните, что в принципе вы можете снести приложения. Telegram, Facebook, Gmail вы сносите со своего телефона, но это же не означает, что эти приложения исчезают сами по себе. То есть я к чему призываю? К тому, что если у вас какие-то крупицы доказательств остались, сделайте все, чтобы их сохранить. Отправьте сами себе на почту, отправьте друзьям, и будьте уверены, что вот эти доказательства, которые есть, если что, будут отправлены вам в детеншн, потому что вполне возможно, именно там вы будете доказывать, что имеете право на получение политического убежища в США. Что касается нахождения в США, как я уже, как я люблю говорить, будьте последовательны в своей позиции. Вот я люблю эту фразу повторять, там, не знаю, на каждом шагу, она очень хорошая. Если вы там старались всеми силами доказать, что члены ЛГБТ такие же люди, спорили, может быть, на работе, доказывали, что то, что вы относитесь к ЛГБТ, никак не сказывается на том, не знаю, какой вы повар, или какой вы ресторатор, да, и так далее, и так далее, то здесь, здесь нельзя совершенно забывать о том, что вы за права членов ЛГБТ. Вы там хотели, там хотели, или мысленно ходили, или онлайн подключались, или писали петицию, что был прайд-парад. Так почему же здесь, когда проходит прайд-парад, вы сидите дома? В Нью-Йорке прайд-парад проходит не только большой, один главный, но он в том числе проходит на Брайтон-Бич. А вот этот парад на Брайтон-Бич, он разделил ЛГБТ-комьюнити русскоязычную. Почему? Потому что кто-то считает, мы ничего не должны доказывать этим ватникам, мы не пойдем, зачем их бесить, а кто-то говорит, нет, давайте покажем, что вы тоже люди. Вот, я упомянула очень важную организацию, которая есть в США. Это русскоязычная ЛГБТ-комьюнити. Вы приехали сюда, вы должны найти своих, вы должны пойти к своим. Да, не факт, что они смогут вам помочь. Очень многие там сами нуждаются в юридической помощи, финансовой помощи, не могут найти работу, не говорят на английском. То есть не то, чтобы вам гарантирована какая-то, ну, прям реальная помощь, которую можно руками потрогать, вот мне сняли квартиру, мне туда купили кровать. Но там гарантируют, там свои, понимаете? Придите к своим, придите к своим, скажите, что вы нуждаетесь в помощи, вы готовы помогать чем-то, если возможно, да, своим таким же. Участвуйте в том, что происходит там внутри комьюнити. Я подписана на их группу в Фейсбуке, очень много часто вижу вопросы, как люди друг другу отвечают. Те, кто перешел границу год назад, помогают тем, кто переходит ее сейчас, и так далее, и так далее, и так далее. Вливайтесь в ряды своих, создавайте вот ту самую ячейку, которая была в Контакте, в Одноклассниках, которую снесли там, создавайте ее здесь. Присутствие ваше на сайтах знакомств, еще одно доказательство того, что вы вели там жизнь такую, какую мог вести, позволить себе нормальный человек, да, все могут быть на сайте знакомств. Это еще одно доказательство, что вы принадлежите к ЛГБТ комьюнити, потому что не секрет, что люди там могли настолько прятаться, что о них вообще ничего не было известно, при этом, как ни прячься в России, от доноса часто не скрыться. То есть можно прятаться, усиленно прятаться, изображать из себя одинокого холостяка, и при этом получить донос со всеми вытекающими последствиями. В целом, на этой положительной ноте закончим. Единственное, к чему призываю, не ограничивайте себя в сборе доказательств. Перестаньте надевать шоры, вы не лошадь на улице. Не смотрите вот так на это, смотрите вот так. У вас должен быть очень широкий охван, когда вы смотрите на свою жизнь. Написали историю, отправили нам на оценку, мы проставили там красные галочки, доказательства, доказательства, а этот человек скажет, а этот человек в суд придет, а это, а это, а это. Вы посмотрели и такие, точно, я вот по этим пунктам могу собрать доказательства. Пусть они выглядят нелепо, смешно, но я их соберу, а уже потом адвокат с ними разберется. Подписывайтесь на все наши каналы, их не так много. Приходите в группу в Телеграм, присылайте кейсы на оценку. Всех люблю, целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok